Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, советуем подписаться, поскольку на нашем канале вы можете найти большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. Причем не только обзоры на машины в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего видеообзора – это автомобиль, про который наши подписчики уже неоднократно спрашивали в комментариях. По совместительству, эта модель – одна из наиболее доступных японских беспробеговых автомашин на нашем рынке. Поэтому, если среди критериев при выборе автомобиля для вас не на последнем месте значится экономичность и относительная дешевизна эксплуатации, ну и, конечно, невысокая цена изначальной покупки при максимально свежем годе выпуска, советуем наш обзор досмотреть до конца. Встречайте, Сузуки Альта, восьмое поколение. Сузуки Альта восьмого поколения появился в далеком 2014 году, под самый конец года. На конвейере этот небольшой автомобильчик продержался целых семь лет, вплоть до 2021, где его сменила уже актуальная на нынешний момент девятое поколение модели. Купить эту машину вы могли с одним из двух вариантов одного и того же мотора – в атмосферном и варианте с турбины. В первом случае двигатель в зависимости от коробки передач выдавал 49 либо 52 лошадиные силы, во втором – 64, однако имел существенно большие показатели крутящего момента. Выбор по типу привода также присутствовал в этой машине, можно было купить как с передним, так и с полным приводом. Ну а коробок передач предлагалось аж три разновидности. Обычная механическая коробка передач, сделанная на ее базе роботизированная коробка с одним сцеплением, ну и вариаторная трансмиссия, куда же без нее. Наш сегодняшний экземпляр 2017 года выпуска. Здесь атмосферный двигатель 0,66 литра на 52 лошадиные силы, вариаторная коробка передач и передний привод. Пробег этой машины по Японии – 116 тысяч километров. При первом взгляде со стороны становится очевидно, что Сузуки Альто – это действительно компактный автомобиль. Габаритные размеры кузова – 3 метра 39 сантиметров длина, метр сорок семь ширина и такая же высота – метр сорок семь сантиметров. При этом колесная база составляет 2 метра 46 сантиметров. А минимальные показатели дорожного просвета по днищу – 155 миллиметров. Вроде бы немного, однако стоит отметить отсутствующие свесы и весьма неплохое расстояние от нижних точек бамперов до асфальта. Под передним бампером это порядка 20 сантиметров, за передним колесом в районе порога около 18 сантиметров, ну и от пола до заднего брызговика до низшей точки заднего бампера порядка 28 сантиметров. Так что с геометрической проходимостью у этого маленького компактного автомобиля все в полном порядке. И для нужд эксплуатации машины в городе этого вам точно хватит. Все это при том, что наша машина находится на стандартных для своей комплектации минимальных колесах. Размера 185 на 80 R13. В некоторых более дорогих комплектациях эти машины могли комплектоваться штатными литыми дисками, и размерность колеса в этом случае составляет 165 на 55 R15. И еще немного цифр. Если говорить про багажник, то ширина багажного проема в нашем случае по самой широкой его точке порядка 105 сантиметров. Что касается глубины, то при поднятой спинке заднего сидения это всего-навсего порядка 35-40 сантиметров. Но если вам надо перевести что-то длинномерное, вы можете легко сложить спинку заднего сидения. И в этом случае вы можете загрузить что-то длиной порядка метра двадцати. Ну а если речь идет о необходимости перевести какой-то не очень габаритный, но очень длинный груз, наподобие трубы, например, то если вы откинете спинку переднего сидения от крышки багажника до передней панели, вы можете загрузить сюда что-то длиной порядка двух метров десяти сантиметров. Так что по части грузовых возможностей, если это необходимо, Suzuki Alto вас не разочарует. Ну, естественно, ценой отсутствия места для пассажиров. А что касается высоты проема багажника, то в данном случае не совсем понятно, как ее мерить, но приблизительно порядка 76-сантиметровой высоты груз вы сюда легко поместите. Кроме того, под фальшполом в данном случае скрывается пенопластовая емкость с отдельными отсеками для хранения разного рода мелочей. Штатно здесь располагаются домкрат, компрессор и герметик для ремонта колес. Никакой запаски либо докатки на этих автомобилях, естественно, не предусмотрено. Ну а теперь пару слов про лакокрасочное покрытие. Что касается толщины окраса, то у Suzuki Alto этот параметр даже несколько ниже, чем мы привыкли видеть на большинстве японских автомобилей. Стандартная толщина лакокраски в данном случае порядка 90-120 микрон с завода. Если больше, присмотритесь внимательнее, вполне возможно, этот элемент ранее подвергался окрасу. Само собой, на машинах, которые приезжают из Японии, крайне редко можно обнаружить следы эксплуатации в виде, например, повышенного количества сколов по передней кромке крыши либо капота. Но какие-то царапки, притертости, жимки, конечно, могут быть, поэтому осматривайте автомобиль внимательнее и обязательно посмотрите машину на подъемнике. Хотя большинство подобных автомобилей еще слишком свежие, чтобы можно было говорить про какие-то характерные места появления коррозии, но, как водится, автомобиль для внутреннего японского рынка в данном случае, к сожалению, не слишком-то сильно познакомлен с антикоррозийной защитой изначально. Поэтому, если вы покупаете такую машину очень надолго, то рекомендуем озаботиться дополнительной обработкой под днищу. Кроме того, помните, что полноприводные машины достаточно часто приходят с северных регионов Японии, где, к сожалению, в зимнее время реагенты используются. Так что, если вы смотрите такой автомобиль с полным приводом, не лишний будет все-таки внимательно посмотреть его снизу на предмет отсутствия ржавчины. Попадая в салон небольшого автомобиля, ожидаешь, что пространства внутри будет тоже, соответственно, немного. И отчасти это ожидание оправдывается. Особенно по части ширины. Пока я загонял этот автомобиль на подъемник, выворачивая руль, я пару раз все-таки приложился локтем об подлокотник на правой дверной карте. Также именно в нашей комплектации регулировка руля не предусмотрена. Никакая вообще. Хотя, судя по наличию внизу выштамповки, вполне возможно, какие-то версии Альта оснащаются регулируемой рулевой колонкой. Однако при этом разместиться за рулем удобно, в принципе, получилось и достаточно быстро. При росте 1,85 м, в том, что касается длины, пространства для ног и вообще положения меня в сидении, мне удалось устроиться достаточно удобно. Сам диапазон регулировки сидений здесь, кстати, довольно большой. И отодвинувшись до упора назад, я, в принципе, могу вытянуть и практически выпрямить в колени свою левую ногу. Минимально же можно подъехать на практически сколько угодно малое расстояние, но ближе, чем вот так, у меня сесть по понятным причинам уже не получится. Так что в данном автомобиле кресло регулируется на весьма и весьма большое расстояние. И это несомненный плюс. Кстати, о комплектациях. Наш автомобиль находится в далеко не самой богатой комплектации из всех возможных. Здесь обычный кондиционер. Встречаются версии также и с климат-контролем. Но стоит отметить, что в нашем случае здесь предусмотрен подогрев сидения. Правда, почему-то только водительского. Но, например, версии с полным приводом практически поголовно имеют оба передних подогрева. Что не так часто встречается на автомобилях для внутреннего японского рынка. Справа от руля также есть блок кнопочек с дополнительными системами. В частности, нашему автомобилю с завода досталась система старт-стоп. Здесь есть система предотвращения столкновений в виде радара при приближении препятствия. И здесь есть система стабилизации. Что не очень ожидаемо, учитывая бюджетность данного автомобиля на своем домашнем рынке. На крышке багажника нашего Альта также красуется надпись ENE CHARGE. Данная система может вызвать у кого-то ассоциации с некой гибридностью автомобиля. Однако, это не совсем так. В данном случае речь идет о наличии дополнительной литий-ионной батареи, которая запасает заряд для питания разного рода потребителей. Наподобие магнитолы или, например, комбинации приборов. Но никакой связи непосредственно с ездой, то есть силовой установкой, данная система не имеет. И в отличие от старшего брата мини-кроссовера Suzuki Hustler, Suzuki Alta в гибридных версиях не выпускался. Что касается разного рода ниш для мелочей, подстаканников и так далее, то здесь это есть. Хотя и, конечно, не в огромных количествах. Два подстаканника по центру, никакого подлокотника нет. Еще два подстаканника для задних пассажиров вполне возможно. Есть небольшая ниша снизу, куда можно положить какую-то мелочевку с небольшим бортиком, чтобы все это дело при разгоне не выпало на пол. А ниша непонятного назначения слишком мелкая для мобильного телефона, но, возможно, для чего-то можно приспособить. Для авторучки, скорее всего. И небольшой бардачок, куда вполне умещается сложенный пополам лист формата А4. Ну, либо оригинальная инструкция по эксплуатации. Что касается пространства для задних пассажиров, то здесь все весьма неплохо. Несмотря на некоторую тесноту в локтях, что понятно, учитывая небольшую габаритную ширину автомобиля, здесь есть пространство для ног. Я сижу сейчас сам за собой и от колена до спинки сидения порядка 6-7 сантиметров, что достаточно. Кроме того, подушка сидения находится довольно высоко от пола, поэтому никаких проблем в том, чтобы слегка вытянуть ноги, спрятав ступни под водителя или переднего пассажира, также нет. В целом сидеть удобно. Посадка на заднем сидении достаточно удобная, хотя и, на мой вкус, слишком вертикальная. При этом у задних пассажиров есть свои подголовники, есть небольшой подлокотник, то есть проблем, куда положить руку справа или слева, не будет. Есть электростеклоподъемники. Также здесь есть крючок, на который вы можете подвесить, например, пакет. Ну, или что-нибудь еще. Кепку, например. Более никаких удобств для задних пассажиров Сузуки Альта не предлагает. Да, оно и не нужно. Ведь автомобиль сам по себе предельно функциональный. Четверо человек разместятся и доедут на нем из точку А в точку Б с минимальными затратами. Что касается сердца этого небольшого автомобиля. Под капотом Сузуки Альта, как и его аналогов, таких, например, Мазда Король или Ниссан Мокко, или соплатформенников-собратьев по концерну, таких, как мини-кроссовер типа Сузуки Хаслер или такие автомобили, как, например, ВНР, располагался один и тот же мотор. Как следует, из огромного количества автомобилей, на которые он ставился, это очень распространенная силовая установка у себя на родине. И, соответственно, забегая вперед с поиском контрактных моторов, никаких вопросов нет. Имейте в виду, что стоимость контрактных агрегатов даже на данный момент времени составляет где-то в районе 18-20 тысяч рублей плюс доставка, если говорить про атмосферные моторы, и около 30 плюс, если говорить про версии с турбонаддувом. Мотор этот носит маркировку R06A и представляет собой конструктивно алюминиевую рядную тройку. При этом головка цилиндров здесь имеет два распредвала, причем с фазовращателями на впуске и на выпуске. А вот гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на этих двигателях нет, поэтому в случае чего по симптоматике клапана вам придется регулировать вручную. Привод ГРМ в данном случае реализован посредством цепи. Ресурс цепи порядка 150-200 тысяч километров, после чего она может подвытянуться. И если слишком запустить данную историю, то можно доездиться в принципе и до проблем с ГБЦ. Но по меркам ресурса малолитражных агрегатов, ресурс цепи более 150 тысяч, это уже очень и очень хороший показатель. Данный мотор примечателен также тем, что имеет очень маленький заправочный объем моторного масла, которого сюда заливается всего 2,9 литра. Заводской индекс вязкости 0,2 литра, но если вы покупаете подобный автомобиль уже в состоянии БУ и с пробегом под сотню, то никто не мешает вам перейти и на чуть более вязкие сорта масла, например 5,3 литра. Менять его естественно лучше почаще, порядка 6-7 тысяч километров пробега будет самое то, особенно если речь идет о турбоверсии. Кстати говоря, ресурс турбины весьма немаленький, порядка 150-180 тысяч она выхаживает. Здесь вопросов, как правило, не возникает. Что касается мощности, то атмосферный вариант выдавал от 49 до 52 лошадей в зависимости от того, с каким типом трансмиссии он агрегатировался. При этом крутящий момент был порядка 60-65 ньютонов на метр, что в принципе достаточно для легкого автомобиля. Вес минимальной комплектации Alta это порядка 610 килограмм. Он очень и очень легкий, соответственно в городе при любом виде трансмиссии, даже на атмосферном моторе, эта машина довольно шустрая. Ну а для поездок на трассу машина не слишком-то и предназначена. В любом случае электронный ограничитель отсечет ваш разгон на отметке 140 километров в час. Турбо-версия выдавала 64 лошадиные силы, максимально законодательно допустимые для кейкаров в Японии. Но при этом крутящий момент порядка 98 ньютонов на метр наделял эту маленькую и легкую машину достаточно серьезной динамикой. Что касается расхода топлива, то Alta у себя на родине считается одним из наиболее экономичных автомобилей, если не брать в расчет разного рода гибридные конструкции. В городе на атмосферном моторе эта машина будет расходовать порядка 5 литров на 100 километров пути. Расход на трассе реально уместить где-то в 3-3,5 литра на сотню. В случае, если речь идет про турбомотор, готовьтесь слегка прибавлять порядка 1,5 литра к цифрам расхода. Ну, вряд ли даже с самыми серьезными пробками на турбодвигателе вы превысите цифру в 7,5 литров на 100 километров пути. Так что в любом случае Alta будет весьма и весьма экономичен. Каких-либо серьезных родовых проблем данная силовая установка по большому счету лишена. Единственное, что здесь может слегка расстроить, это вполне возможно какой-нибудь датчик или, например, выход из строя катушки зажигания, которые здесь индивидуальны, по одной на каждый цилиндр. Естественно, следить за частотой системы охлаждения необходимо, поскольку двигатель алюминиевый, перегревов он не любит. Ну и постарайтесь не заливать сюда некондицию в том, что касается бензина. Ресурс силовых установок самим производителем определяется порядка 200-250 тысяч километров пробега, но наверняка уже есть прецеденты, когда подобные машины отбегали и под 300 тысяч. В любом случае, как мы сказали в начале, стоимость замены на контракт в данном случае неразорительна. Так что заниматься ремонтом начавшего подъедать масло или застучавшего агрегата точно не стоит, благо выбор на вторичном рынке двигателей здесь огромный. Что касается коробок передач, Suzuki Alto в этом кузове мог комплектоваться одним из трех вариантов, причем с любым типом привода. Здесь могла стоять как самая обычная механика с тремя педалями, которой никаких вопросов по ресурсу по большому счету нет и быть не может на легком автомобиле без каких-либо дополнительных ухищрений в конструкции. Так и два варианта не имеющих педали сцепления. Роботизированная трансмиссия, сделанная как раз таки на базе обычной механики. По сути дела это и есть обычная механика, только переключением передач здесь управляете не вы, а электроника. Надо сказать, что в отличие от большинства однодисковых роботов, на которых лично мне доводилось ездить, коробка на Alto работает на редкость адекватно. Особенно если приучить себя к некоторым ее особенностям. Например, подобно тому, как вы делаете это при переключении передач на механике, снимать нагрузку с трансмиссии перед тем, как робот переключится на следующую передачу. В этом случае при определенном уровне мастерства вы можете добиться достаточно плавной езды, которая не будет раздражать ваших пассажиров дерганиями. Но в случае, если вам нужно пошустрить, данные трансмиссии имеют еще и ручной режим переключения. Основной плюс роботизированной коробки для данного автомобиля это весьма неплохая динамика разгона и маленький расход топлива. Ну а если на автомобиле установлена вариаторная коробка передач, то это коробка фирмы JATCO. Ее маркировка JF015. Эту трансмиссию можно обнаружить на огромном количестве автомобилей. На Suzuki Solio, на Nissan Note в кузове E12, на Nissan Juke и так далее. Много куда эта коробка ставилась, причем далеко не только на японские автомобили. Этот вариатор к моменту, когда он попал на Suzuki Alta, уже успел излечиться от всех практически своих детских болезней. Плюс нужно иметь в виду, что данная коробка, изначально рассчитанная на крутящий момент небольшой величины, с данными агрегатами уживается прекрасно. И каких-либо проблем при условии ее обслуживания подкидывать вам не должна. Смена масла в вариаторе должна производиться раз в 30-35 тысяч километров пробега. Желательно менять ее вместе с фильтрами. Кстати, если что, имейте в виду, что у большинства кейкаров слегка отличается поддон коробки. И могут быть различия по расходникам от более крупных полноразмерных собратьев с такой же трансмиссией. При должном уходе эта коробка будет способна отбегать у вас и под 200 тысяч километров пробега. Еще одна рекомендация владельцам автомобилей на роботизированной трансмиссии в данном случае, это избегать работы коробки в ползущем режиме. То есть, если вы стоите в пробке и вам надо преодолеть несколько метров до автомобиля впереди, подождите, пока он оттянется от вас и потом трогайтесь нормально, нажав на газ, так как вы делали бы это с механической трансмиссией. Тем самым вы избегаете ненужной пробуксовки сцепления и экономите его ресурс. Что касается подвески Suzuki Alta, то, само собой, ждать комфорта Mercedes Maybach от маленького бюджетного автомобиля не приходится. Но, вместе с тем, надо отметить, что подвеска здесь получилась неплохая с точки зрения комфорта. Скорее, свою лепту в его снижение комфорта этого самого вносит отсутствие шумоизоляции, а вовсе не жесткость ходовки. Естественно, на штатных 14-х колесах с 80-м профилем автомобиль будет полояльнее к седокам, чем на низкопрофильных пятнашках. Что касается конструктива, то спереди здесь у нас идет обычный Макферсон, а сзади балка, если говорить про переднеприводные машины, и зависимая подвеска на продольных рычагах, если говорить про выдовые версии. Что касается ресурса подвески, при 116 тысячах километров пробега по Японии на этом автомобиле, на данный момент делать с ним абсолютно ничего не нужно. Здесь нет вопросов ни по люфтам в рулевой рейке, которая, кстати сказать, здесь электрическая, и если поднапрячься, до сих пор можно найти аналог, скажем, китайского производителя за абсолютно смешные деньги, порядка 5-6 тысяч рублей. Это, если не упоминать, наличие вариантов купить оригинальную контрактную деталь. Также нижние шаровые опоры спереди здесь меняются в сборе с рычагами, но на данный момент никаких вопросов по этим компонентам нет, равно как и по сайлинблокам рычагов. Само собой, при осмотре снизу на беспробеговой машине желательно уделить особое внимание состоянию кузова, не только по части коррозии, но и по части, например, следов ДТП, которые эта машина могла теоретически попасть еще в Японию. Но в данном случае весь кузов в родной краске, и днище находится в эталонном состоянии, как по части ржавчины, так и по части своей целости. Никаких подтеков по сальникам приводов здесь нет, абсолютно сухой стык коробки и двигателя, поддон двигателя и коробки также не демонстрирует никаких признаков подтеков масла. Сзади у нас все очень и очень просто, используется балка, все очень маленькое, очень такое компактное, как и сам автомобиль. По сути дела, два сайлентблока балки, которые отходят 100%, всяко разно больше 150-200 тысяч километров пробега, и втулки амортизаторов, которые подлежат замене, собственно, вместе с самими амортизаторами, когда подойдет время. Также здесь мы видим, кстати говоря, не прикрытый никакими защитами, пластиковый топливный бак на 27 литров. Так что, если вы планируете использовать свой полноприводный, к примеру, Сузуки Альта на бездорожье, то следует помнить про низковисящий выхлоп и, собственно, про возможность этот самый топливный бак повредить. Ну, а так, по большому счету, сказать тут по задней подвеске особо нечего. Итак, какие выводы можно подвести под все вышесказанное про Сузуки Альта? Если ваша потребность это компактный, юркий, экономичный и надежный автомобиль, Сузуки Альта может стать именно тем самым рациональным выбором, причем за относительно небольшие деньги. Эти свежие автомобили можно еще привезти из Японии без пробега по России, с хорошим остаточным ресурсом. Двигатели здесь, несмотря на свой малый объем, весьма надежны. То же самое можно сказать и про коробки. Даже к роботизированным трансмиссиям на этих автомобилях, как правило, нет серьезных нареканий. Ну, а версия с полным приводом на механической трансмиссии вообще будет практически неубиваемой. Подвеска здесь очень простая и достаточно ресурсная по части срока службы своих компонентов. Заправочные объемы жидкостей маленькие и даже частая смена того же самого масла в двигателе не слишком ударит по вашему карману. Ну, а параметры объема салона для такой маленькой машинки более чем достаточны, как и ее возможности по части перевозки грузов. Так что, если подобный автомобиль вашим потребностям отвечает, смело берите, не особо раздумывая. Данная машина не просто так заслужила огромную популярность у себя на родине во всех ее ипостасях. На сегодня это все. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и указывайте в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Также, если у вас был или есть Сузуки Альта 8-го поколения, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть в чем нас поправить, либо в чем нас дополнить, указывайте это в комментариях тоже. Ведь людям, выбирающим подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Ну, а если вас заинтересовала именно эта машина на подъемнике, то данный экземпляр находится на продаже у нас в компании в городе Новосибирске. Контактная информация для уточнения вопросов по цене, либо каких-то интересующих деталей по машине будет в описании под этим видеороликом. Пишите, звоните. Ну, а пока спасибо за просмотр, хорошего вам дня и до новых встреч. Пока. Пока.